Привет, друзья! Приветствую вас на канале АВА! Сегодня у нас на распаковке и обзоре два прибора PH-метр и TDS-метр. Значит, пришли они ко мне вот в такой упаковке. Ссылка на эти товары будет под видео. Покупал я с помощью программы кэшбэк. 8 процентов мне кэшбэка вернули. Так, вот пришел он так вот упаковано. Вот они два приборчика. Один идет вот в таком кожухе. И прибор вот это TDS-метр, это PH-метр. Ну давайте немного теперь о самих приборах. Итак, давайте рассмотрим первый прибор. Это PH-метр. Прибор для измерения водородного показателя, показателя PH, характеризующего концентрацию ионов водородов в растворах питьевой воды, пищевом сырье, объектах окружающей среды и производственных системах непрерывного контроля технологических процессов. Ну, значит, PH-метр этот я брал специально для измерения показания качества воды, применяемых при пивоварении. Ну а также буду знать, какое качество воды у нас идет и в кране, и какую воду мы покупаем, жесткая или не жесткая, слабокислотная или кислотная вода. Значит, давайте посмотрим, чего он у нас состоит. Значит, сам прибор, который идет с батарейкой уже установлены. Вот. Так. Идет такая-то отверточка для регулирования его выставления показаний. Идет до таких вот пакетиков, который нужно будет для регулировки точности показаний, нужно будет растворить два вот этих пакета в 250 миллилитров воды в стакане. В одном стакане один, во втором другой. Вода, температура воды должна составлять 25 градусов. И при помощи вот этой отверточки при включенном приборе мы выставляем показания, которое указано pH 6.86. И в этой воде, в этой будет воде, в которой растворенный этот пакетик, должно показать 4.0.1. Плюс-минус погрешность этого прибора 0.1 pH при температуре 20 градусов. Так. Измерение данного прибора от 0 до 14 pH. Вот такая вот инструкция пришла с ним. Так. Ну, можно, в принципе, будет сейчас замерить на чем-нибудь и откалибровать. Да, чуть не забыл. Значит, прибор pH. Вот данные пакетики растворяются. Растворить необходимо в нейтральной воде, то есть дистиллированной воде. Вот. Вот этот пакетик, этот разводится в дистиллированной воде. Итак, второй прибор, это у нас прибор ТДС для измерения жесткости воды, совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворимых солей, кальция и магния. Так называемый прибор измерения солей жидкости. Вот в такой коробочке напакованы. Сама инструкция на английском языке, на английском и на китайском. Значит, в данном приборе есть возможность установки, проверки температуры самой воды. Сейчас мы его включим. Так, вот он включился. Включаем, вот узнаем показания. Чтобы были более точные показания, мы сначала измеряем показания температуры, которое должно быть в пределах 20-25 градусов. Вот. А потом проводим сами измерения. Значит, сейчас мы тоже попробуем его протестировать. Ну, по крайней мере, на двух типах воды. Ну и так, прибор я PH откалибровал. Не получилось снять, так батарея села. Так, ну, хочу попробовать протестировать воду. У меня есть вода колодезная, которая, говорят, ее можно пить. Но я, дело в том, что сомневаюсь в данном качестве воды. Есть у меня вода купленная. Вот такая вот. По показаниям жесткости она должна превышать 350-600 нежесткости. Так, показания физиологической полноценной минерализации сухих залышок 350-650 миллиграмм. Ну, это мы проверим ТДС метром. Что он нам покажет? тут. Так, PH воды. По показаниям вода, значит, жесткость не более 7, написано PH. И сухих веществ минерализаций 350-650. Ну, сейчас мы проверим. Итак, включаем прибор. Включаем его на показания температуры. Измеряем температуру воды. Температура воды у нас составила 28 градусов. Ну, немножко превышает. Так, температура воды тоже 28 градусов. Ну, примерно показания одинаковые. Теперь включаем измерения. Нажав еще раз на кнопочку темп. Значит, показания колодезной воды у нас... Так, сейчас показания колодезной воды у нас 182, 183, 184. 184. Так, сейчас стряхнем. И показания воды в бутылке. 408. 408. Значит, на этикетке у нас указано 350-650. Ну, в принципе, по минералам вода соответствует содержанию ионов. Так, и теперь приступим к измерению PH. Ну, измеряем показания в колодезной воде. Ну, как видим, показывает PH 6,8. И теперь в воде, которая должна быть не менее 7. Напомню, это вода с бутылки. Показания 7,6. Более жёстчая вода. Значит, по прибору ТДС. В основном его покупают для того, чтобы можно было замерить показания воды, которая выходит из фильтра. Значит, допустим, вы купили фильтр и сразу замерили показания на выходе воды по частицам, именно по частицам твёрдых веществ. Допустим, если у вас выход был 150, а спустя месяц-два он начал увеличиваться, то это означает, что вам необходимо будет поменять фильтр. Это, ну, как можно его дома использовать. Ну, а PH, сам прибор, я, конечно, буду его использовать в своей пивоварни, чтобы измерять показания качества воды, из которого я буду варить пиво. Бо, из-за того, что вода менее 7, колодезная, пиво уже будет мягкая и будет невкусная. Пиво очень хорошее получается, когда показатель воды в пределах 7,5, 7,6, 7,7. Ну, вот в этих пределах даже одна доля влияет на качество пива и на его вкус. Так что, если кто-то будет варить пиво, кстати, прибор не очень дорогой, вот этот что-то в районе 3 долларов, вот этот в районе 4 или 5 долларов. Ну, ссылки я на эти приборы выложу под видео. Не забывайте про кэшбэк, с которым вы сэкономите тоже немало денежек. Ну, все, у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.